Подростки Московского района начали соблюдать комендантский час. Комиссия по делам несовершеннолетних отмечает снижение количества правонарушений, но просит родителей быть бдительными. В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Прометей» подвели итоги 2016 года. Статистика порадовала, количество преступлений уменьшилось почти вдвое. Специалисты связывают это с тем, что подросткам долгое время разъясняли и, наконец, окончательно дали понять, что после 10 часов вечера им не место на улице. Комендантский час заработал. А те правонарушения, которые все же были зафиксированы на территории Московского района, принадлежат гастролерам. У нас развязка ЗСД, Кольцевой, остановка автобусов на Гатчину, на Пушкин, на Павловской и большое скопление граждан, жителей Санкт-Петербурга, не жителей Московского района. То, над чем предложили задуматься всем без исключения, это профилактика подросткового суицида. В социальных сетях сейчас много групп, подстрекающих молодых людей на непоправимое. Нужно следить за тем, что он говорит. То есть, это могут быть прямые какие-то высказывания о суициде, за тем, что он делает, то есть, за поведением следить. То есть, он может раздавать свои вещи, какие-то любимые, которые ему дороги. Он может мало кушать, либо наоборот многое есть. То есть, это такие какие-то резкие изменения должны быть в поведении ребенка, на что должны обратить внимание родители. Хоть в Московском районе и не было зарегистрировано ни одного случая детского суицида, работу с подростками необходимо проводить постоянно. Это прямая обязанность школьных психологов. Однако, по данным Центра психолого-педагогической медицинской помощи, опытных специалистов в районе не хватает. Из 40 социальных педагогов стаж работы более трех лет имеют лишь девять.